Недовольство Анкары Евросоюзом снова в официальных заявлениях. На этот раз Турции не нравятся слова Кэмерона о том, что вступит она в Евросоюз не раньше 3000 года. Евросоюз недоволен тем, что Турция не хочет проводить реформы по его заказу. От Анкары европейцы требуют изменить антитеррористические законы по европейскому образцу, усилить борьбу с коррупцией и прекратить нарушать свободу слова. Турция в ответ заявляет, что Евросоюз не держит сам свое слово. Ведь договаривались же, что и визы отменят, и в единый европейский дом пустят за то, что у себя турки задержат потоки беженцев. Судя по всему, Эрдоган решил держать твердую позицию, заявляя Европе, тогда мы пойдем своей дорогой, вы своей договаривайтесь с теми, с кем можете договориться. Заодно накануне досталось и Америке за сотрудничество с курдами. Вашингтоном Эрдоган тоже недоволен. Но немецкая Дивельт подводит итог. Эрдоган, конечно, решил, что перехитрил всех, почувствовал себя как минимум королем Европы. Но тут у Турции есть ахиллесово пита, туризм, 6% ВВП. В этом году не едут русские. Из-за конфликта после расстрела российского самолета поток упал на 80%. Плохо едут немцы. Из-за постоянных терактов и угроз безопасности поток упал на 35%. На выход засобирались инвесторы. Из-за отставки премьера Давут Аглу, автора концепции «Ноль проблем с соседями», знакомого с европейскими лидерами лично еще с тех времен, когда был главой МИД. Давут Аглу на фоне Эрдогана смотрелся просто европейцем. И Эрдоган сделал свой ход, назначив премьером неизвестного на Западе, но крайне преданного ему лично, Бенали Илдырыма, бывшего министра транспорта. Мой коллега Евгений Баранов постарался ответить на традиционный вопрос. Хуэс, мистил Илдырым. Бархатный дворцовый переворот в Турции предсказуемо закончился победой Эрдогана. Султан сместил своего слишком умного визиря, выскал его профессора и дипломата Давут Аглу, в кресле турецкого премьер-министра сменил начальник транспортного цеха. Новый премьер Бенали Илдырым, бывший министр транспорта и верный соратник Эрдогана с момента основания ими правящей ныне партии справедливости и развития. Наш самый важный долг – изменить Конституцию, чтобы соответствовать реальным отношениям между избранным президентом и его народом. Старая одежда нам больше не по размеру. Будем надеяться, что вскоре мы начнем работать по новой Конституции, включающей в себя президентскую систему власти. Господин президент, мы обещаем, что ваша страсть будет нашей страстью, ваше дело будет нашим делом, ваш путь будет нашим путем. Таково политическое кредо нового премьер-министра, который по существующей Конституции сейчас обладает куда большей властью, чем Эрдоган, в верности которому он так клянется. Идея фикс Эрдогана о превращении Турции из парламентской в президентскую республику для нового премьера – руководство к действию. Как можно быстрее избавиться от политической власти, передать ответственность своему кумиру и вновь стать тем, кем он, собственно, до недавнего времени и являлся. Лояльным менеджером в масштабах страны – вот функция того, кто пришел на смену политику Давут-Аглу. Кто он? Я отвечу так. Ему просто дали должность и сказали, вот ты будешь делать это и это, и все. Поэтому абсолютно не имеет значения, кто он. Вы знаете, в чем разница между Давут-Аглу и Елдырымом? У Давут-Аглу были свои политические взгляды, а у этого нового их нет. Так что им с Эрдоганом будет комфортно работать. Судя по тому, как мало вслед за сменой премьер-министра изменился состав правительства, Эрдогану устраивало все, кроме самого Давут-Аглу. И тому есть несколько причин. Первая – с точки зрения Эрдогана, бывший премьер-министр слишком заигрался с Западом. Его успехи в переговорах с Брюсселем и Вашингтоном раздражали сами по себе и, кроме того, накладывали на Турцию ряд обязательств, исполнение которых связывало бы Эрдогану руки. Давут-Аглу являлся проводником больше внешней политики, а перед Турцией сейчас основная задача, задача ставиться Эрдоганом, как переход к президентской форме правления. Очевидно, что Ахмед Давут-Аглу то ли не мог, то ли прилагал недостаточно стараний к тому, чтобы выполнить эту задачу. Стоило новому премьеру присягнуть на верность мечте Эрдогана об абсолютной власти, недовольство Запада происходящим выплеснуло снаружи. Закон о снятии депутатского иммунитета, позволяющий контролировать парламент, закон о борьбе с терроризмом, дающий возможность резать бурдов, наезд на Конституционный суд единственную, все еще не подконтрольную Эрдогану инстанцию. Поспешность турецкого султана не смогла обуздать даже Ангела Меркель, прилетевшая в Анкару намекнуть Эрдогану на то, что он ставит ее в неловкое положение в глазах ее европейских партнеров. Куда там? Меркель улетела ни с чем, а европейские партнеры разразились серией заявлений о том, что такой Турции не видать Евросоюза, как своих ушей, еще тысячу лет. Они подали заявку в 1987-м, при таком уровне прогресса, как сейчас, они вступят в ЕС в 3000-м. Эрдоган находится в цветноте, он находится в ситуации, когда Турция, вместо того, чтобы стать новой мировой державой, оказывается в некой политической изоляции, о чем я говорю. Эрдогана не очень принимают в Белом доме. Эрдогана терпят в Европе только потому, что сегодня есть миграционный кризис, и Турция нужна Европе для того, чтобы беженцы оседали, соответственно, в Турции, и немножко сократить эти потоки мигрантов в Европу. У Турции, понятно, крайне плохие отношения с Россией, и как из этой ситуации будет выходить Эрдоган, не очень понятно. Тем более, что он и не предпринимает никаких действий для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом улучшить. Так ли это? Ведь существует еще одна версия того, почему Эрдоган поспешно сменил своего премьер-министра. Проблемы с Москвой. Сразу после ухода Давут Аглу с поста оппозиционная азербайджанская газета Мусават опубликовала материал, в котором одной из ключевых причин его отставки называет поиском корой способов загладить свою вину перед Россией. Газета пишет о том, что до тех пор, пока Давут Аглу, взявший на себя ответственность за приказ сбить прошлой осенью российский бомбардировщик оставался у власти, ни о каких серьезных переговорах с Россией речи быть не могло. Мы слышали объяснения турецких властей, мы не слышали извинений и не слышали готовности возместить ущерб. Мы слышим заявление о желании возобновить отношения. Мы тоже хотим возобновить отношения. Не мы их разрушили. Мы делали все, чтобы на протяжении десятилетий вывести российско-турецкие отношения на беспрецедентный уровень партнёрства и дружбы. Мы этим очень дорожили. Зачем это было сделано, я до сих пор на ума не приложу. Но кроме заявления о желании возобновить отношения, нужно для этого что-то ещё и сделать. Мы в контакте находимся с представителями турецкой стороны. По разным каналам партнёры выходят. Мы ждём каких-то конкретных шагов с их стороны. Пока их нет. Новый назначенец Эрдогана не связан обязательствами перед Западом и не причастен к трагедии в небе над Сирией. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время мы станем свидетелями того, как Эрдоган, пользуясь своим новым премьер-министром, будет искать способ примириться. Провальный курортный сезон, газ, нестабильность внутри и вдоль границ и главным образом битая ставка на Запад не оставляют ему времени для сохранения лица в том виде, в котором бы ему того хотелось. В политической практике любая форма извинений это готовность согласиться с требованиями того, перед кем извиняешься. А извиняться придётся. Вопрос только в том, как и когда. Евгений Баранов, Фёдор Сухарников и Александр Гусев. Воскресное время.